здравствуйте дорогие друзья с вами василиса сегодня я снимаю видео второй раз так что будет недостаточно сложновато если честно уже сняла у меня она стерлась видео посвящено тому сколько же примерно вы можете потратить переезжая в чехию на ежедневную каждый день на ежедневную жизнь каждодневные свои расходы то есть чтобы примерно считали месячные свои затраты меня часто спрашивают вопрос и невозможно ответить это одним предложением так что сегодня отвечу на эти вопросы и сразу хочу сказать вам о том что это все только наш личный опыт поэтому невозможно сказать что такие расходы именно у всех невозможно сказать что все так допустим ездят на машине они автотранспортом все зависит от личных ваших жизненных условий отличного вашего состояния и от того как вы живете от ваших личных привычек поэтому сегодня расскажу только о себе ну а вы естественно поделитесь со мной своими своими расходами каждыми ежемесячными так что приятного просмотра наверное все таки самый главный вопрос это еда потому что все мы люди кушаем и это занимает большую часть нашей жизни потому что три раз в день ты четыре кто-то кушает раза в день и соответственно всю семью посчитать сколько ты выходит достаточно тяжело я хочу сказать что в чехии на самом деле все европы достаточно сравнимо небольшие цены на еду потому что чехи не любят тратиться у тихо вообще нет такого купить самое лучшее самое вкусное самое красивое чехи всегда покупают достаточно чаще всего покупают достаточно скромные вещи на булочки самые дешевые роглики есть по полторы кроны один роглик набирают целый пакет сладкую воду какую-то и могут так спокойно перекусить в обед это нормально считается я не говорю что они так все плохо питаются но я это видела недостаточно однократно и то что эти роглики за полторы тысячи кроны покупают достаточно много чехов это точно так вот мы покупаем очень много молочки очень много мы едим пьем молоко естественно дети то есть нас двое взрослых двое детей и мы активно едим молочные продукты молоко мы покупаем две-три пачки точно литровая хорошая то есть половиной жирности никакого полужирного у нас нет ну бы не покупаем и но если мы его не покупаем хороший творог мы берем там четыре пачки как минимум и достаточно часто его едим мы сметаны берем то есть мы такие прям вот молочной еды фрукта еды овощи еды обязательно у нас есть день салат огурцы помидоры это я расскажу к тому сколько будет стоимость какая мы перестали есть почти свинину мы берем либо говядину либо курочку может быть крути это крути кто скажет гусь нет не гусь забыла индейка на это мы можем взять но также мы и балуемся про баловство я вам не буду рассказывать это уже отдельные затраты но в принципе нас выходит мы едем магазине течение двух-трех дней нам хватает еды и где-то выходит ну где-то на полторы тысячи точно выходит если 1000 крон то это у нас хорошо считается если пойти между этим купить хлеба пример я почти не ем хлеб но дети едят его активно муж иногда его ест и купить хлеба молока не хватает каш мы кстати тоже много едим и так докупить там 500 крон у нас выходит между этим между 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 вот этими днями да то есть примерно у нас выходит так на четверых человек аренда жилья конечно же что говорится по аренде то в чехии достаточно она дешево если сравнивать с россией к примеру или с украиной то же самое но но относительно естественно заработной платы и так далее то есть вы можете в праге снять за 11 тысяч квартиру очень хорошего качества хорошем районе естественно цены разные то есть это примерно можно снять карлах варах и за 5 тысяч крон квартиру и за 7 тысяч крон хорошую квартиру конечно же в праге отдельные цены а в периферийных городах намного дешевле поэтому что касается аренды то здесь все дешево и только зависит от ваших потребностей естественно если за 30 тысяч вот у нас друзья приезжали не жили на виноградах очень хорошая квартира владели 30 тысяч но это скорее такой уже личные потребности чем особенно какие-то необходимые затраты скажем так что касается оплаты ежемесячных расходов на квартиру то в квартире обязательно у вас будет поплаток за ваш дом то за мусор кстати я не знаю как разделять напишите мне просто кто знает квартира платится ли все вместе за жилье вот это вот за за подъезд скажем так там у нас выходила помню тысяча тысяча с чем-то у нас была квартира вот на мы не не жили мы отключили свет воду и просто платили за нее как как все как все остальные соседи там тысяча с чем-то крон месяц выходила а мусор это уже отдельная история мусор в частном доме мы платим по 500 крон с человека это затратно достаточно если учесть что у нас четверо человека мы обязаны платить 2000 полгода вот я не знаю напишите кто в квартирах как у вас мусором сколько у вас оплатки идут поплатки но обязательно поплаток вот ну где-то там тысячи полторы тысячи в месяц вообще на общественные расходы скажем так также есть поплатки естественно оплата за электричество за воду это не такие большие деньги там тысяча две тысячи не могу сказать конкретно потому что на всем занимается муж я только знаю что газ это вообще отдельная история и на дом газ выходит очень дорого безумно дорого 5000 крон нам сейчас поставили платить заказ это в месяц это реально дорого такая система что ваша сумма которую вы предыдущем году скажем так вы затратили сумма она делится на месяцы и вам в следующем году то есть в этом году выставляется оплаты 5000 так вот на 2016 году нам вы считали что мы должны платить месяц 5000 крон в месяц хотя прошло мы затрачивали 4000 крон я думаю что подсчитали что в этом году будет зима холодная соответственно будет больше растрат но это конечно конкретный ущерб бюджету потому что где-то 200 евро платить это ну там 180 это достаточно сразу таком минус уходит особенность пересчитать на российские рубли но мы уже перестали пересчитывать на российские деньги так что уже как-то так если не пересчиты уже как-то спокойно но все равно большая многие чехи топят дровами электроплиты где готовка у нас газовая плита газовый котел отопление в доме газовая но чехи и деревом палят камины и видите слушайте я говорю на чешско-русском языке не обращайте внимание потому что тяжело сориентироваться и поэтому меня такие слова непонятные на бывают типа палят по платке или еще что-нибудь так вот на самом деле я пыталась высчитывать мне кажется там будет расход три тысячи крон в месяц но это как вот мне кажется кстати кто кто прогревает дом именно деревом пожалуйста напишите мне потому что если действительно выгодно то лучше на это конечно перевести перейти но большое есть но большое есть но то есть человек должен обязательно быть дома который постоянно будет подкидывать дрова или приходить и и отапливать дома нахладеет пока холодно нас обещали нас 20 сибирский морозы к нам придут и отапливать этот весь дом холодный потом опять заново достаточно тяжело далее если у вас есть машина пример вообще насчет автотранспорта расскажу немножко в праге выгодно ездить обычным автотранспортом городским потому что паркинг дорого стоит но знать куда поставить не везде поставишь в общем там целая проблема и многие даже зажидочные люди в праге и по праге по самой ездят на обычном стандартном транспорте метро автобусы и так далее к сожалению в чехии в других периферийных городах со мной в карлахварах когда вы живете за городом это просто невозможно и целый день нахожусь на машине я еду сдаю детей в школке в одну во вторую потом бегаю по своим делам приезжая домой потом выезжая за детьми одного-второго забираю потом везу их на кружки и так целыми днями меня целый день занят хотя в принципе я домохозяйка пишет мне клиенты опять кто не знает в инстаграме посмотрите чем я занимаюсь у меня есть хобби вот так что дел у меня много но тем не менее заправляюсь я где-то большая машина заправляюсь я где-то мне выходит раз в четыре в пять дней но это если я погоду езжу если мы не выезжаем в германию и выходит полный бак естественно полный бак 29 и 9 сейчас бензин 95 а раньше доходил до 36 так что у нас реально падают цены цены на бензин на дизель они не только увеличиваются как в некоторых странах но они еще и падают то есть было аж до двадцати четырех крон упал бензин так что государство и заботиться постоянно контролируют всех предпринимателя здесь все именно заниматься предпринимательством чтобы не сдирала три шкуры опять начал бензин расти но соответственно сейчас нефть везде подросла насчет машины налоги здесь очень маленькие что на недвижимость что на машину тоже это все вопросы только к мужу я это не выясняла для видео если вам уже это так настолько прям нужно то сделаю видео отдельное про налоги но это стоит все копейки особенно если вы там на частное лицо очень много людей покупают машину на фирму если у вас фирма и допустим виза по фирме то вы можете купить машину и плюсом еще снять не дпх вам возвращается налог сам по себе ну конечно вы потом заплатите при продаже но тем не менее то есть вы можете удешевить себе машину таким образом это очень выгодно по поводу машин вы должны еще платить примеру если по дороге в прагу под прагой есть платные трассы и есть платная дорога можете их объезжать ваше дело но удобнее проехаться по ним и у нас до германии из королевых варе есть платная дорога за него платите не помню тысяча триста тысяча пятьсот по моему на год покупаешь вот эту виньетку и ездишь также есть платный въезд центр города вчера мне буквально писали сообщение объясните что это такое такой твой исторический центр нужно разрешение разрешение дается временное то есть на день вы можете просто взять полиции там рядышком полиция есть где-то в каких-то видео давно я это показывал где можно взять 20 крон и вы заезжаете но не парковаться есть отдельный парк там еще платите 20 крон за час а есть разрешение она стоит там ты чем-то тысячи на год если у вас бизнес есть у вас фирма находится либо вы живете в центре историческом королевых варта вы еще можете себе приобрести место для машины которые стоят тоже там и плюсом еще разрешение на въезд вот так что это все все принципе расходы по машине которые у вас будут отдельные затраты по детям я могу говорить долго подельные затраты это конечно же кружки кружки это выходят ну тоже достаточно нормальные цены но если это все в совокупности то выходит кругленькая сумма если вы с детьми то вы конечно же должны это сразу учитывать если у вас достаточно взрослый ребенок что его развивать нужно и отдавать разные кружки сто процентов нужно чехи очень спортивные люди и дети у них тоже очень спортивные так вот карате выходит 2000 крон в полгода английский язык где-то 3000 крон в полгода если допустим вы хотите чтобы он ездил на лыжах сейчас зима началась вы можете отдавать это где-то будет стоить три с половиной тысячи крон либо вы можете сами привести его 390 крон час и он будет с инструктором ездить я вам предыдущем видео снимала кстати немножко там тоже пройдите интересовался что посмотрите курсов очень много особенно спортивных кружков огромное количество так что на это это отдельный список затрат а хотела бы сказать про главные про главную затрату когда у вас нет еще пмж при в м же когда у родителей либо первая виза либо в м же на детей страховка ваша не распространяется а кстати по воду страховок на взрослых то если у вас есть фирма к примеру я что знаю то и говорю то вы должны сами себе еще платить либо зарплаты вас высчитывается минус вас за вас работодатель платит страховую и социалку минимально это выходит две тысячи крон а там дальше зависит от вашей зарплаты так что это тоже минус который будет вам в расходы на по поводу детей тоже нужно знать акции я вам снимала отдельное видео как я выгодно покупала страховку у меня и знакомая хорошая которая заниматься страховыми она мне сразу звонила и говорила акция беги ко мне покупай страховку комом только сарафанное радио потому что вы не писать сколько мне пишут слезных писем как я переживаю за своих подписчиков у которых к примеру они заплатили непонятно кому но своим же свои русскоговорящий да как бы украинцы или там россияне не знам не все это одинаково и заплатили деньги за машину не машины не денег нет или там допустим оформление визы не визы не денег ничего нет никто ничего не гарантировал понятно что гарантии нет но люди сделали не так все неправильно советовали неправильно а что нам делать слезные письма я переживаю а чем я могу помочь да в принципе уже когда все сделано ничем не могу помочь кстати еще вам посоветую я это часто говорю когда вы переезжаете куда-то вам обязательно нужно скопить перед этим денег да многие обижаются что вот ну как это так василиса вот вы там говорите нужно иметь деньги да ребят потому что знаете мы сами в своей стране никому не нужны а в чужой так подавно поэтому у вас вы не пытаетесь сэкономить вот поверьте мне вот на нашем личном опыте вы не пытаетесь первоначально сэкономить а вот мне там пообещали дешевле сделать ну к примеру визу давайте возьмем да а вот там люди вроде бы как мне сказали кто-то там сделал еще один сделал еще один сделал ну вот а там вот подороже вот лучше заплатите подороже поверьте мне чем вы потом останетесь вообще без ничего это это полная правда и я вам серьезно говорю что лучше заплатить и лучше приезжать когда у вас на счету есть денежки для того чтобы оплатить свои затраты может их будет намного больше чем я вам рассказываю это сто процентов оформление визы оформление помощников и так далее так далее так далее если вы уже здесь живете то вы тоже вы будете прекрасно понимать что так оно и есть итак и затрат у нас осталось еще баловство это одежда косметика косметологи парикмахер и так далее одежда одежда это копейки стоят 100 крон можно купить майку не то столько хотя это может быть и стоило 100 крон ну не 100 крон там 150 крон вы можете купить особенно рождественские акции акции постоянно проходят скидки заходить вообще в европе очень ну я бы сказала модное движение ходить по скидкам я в россии боже мой ходила вы что я буду там ковыряться вот в этом отстой в скидках никогда в жизни а здесь я целенаправленно захожу прохожусь я вам клянусь я абсолютно не стесняюсь захожу прохожусь сначала по скидкам там уже смотрю в магазине то что есть потому что уже что там у них представлен потому что в любом случае домашнюю одежду себе купить какие-то там домашние штанишки можно 400 крон я увидела себе говорю 500 крон одетая домашняя одежда почему нет очень классно относил выкинул все и не жалко и абсолютно нормально хорошая одежда это кстати на мне любимая малиндекс шведская шведская компания да я очень люблю вот особенно для таких вещей детям одеваться отлично просто поносил и выбросил вот таких еще очень много опять же здесь зависит от вашего кармана если вы хотите брендовые вещи пожалуйста их огромное количество магазинов но нужно тоже знать куда ехать опять же есть и в праге есть и различные аутлеты если вы хотите аутлеты выбор просто огромен но и дешевые одежды обуви очень много поэтому поносил выбросил и почему выбросил в принципе не обязательно выбрасывать нормальная обувь красно будет не кожная европе очень много марок которые достаточно недорогие тканевые какие-то обувь кожзам и так далее то есть на любой вкус на любой цвет по поводу косметологов здесь уже девочки вы сами знаете здесь уже от ваших потребностей я очень редко хожу косметологу мне даже многие не верят я правда очень редко хожу как по косметологам прям совсем редко вот я сейчас опять пытаюсь выпихнуть буквальном смысле делаю все не раз чистку год назад вот осталось не очень довольна потому что не реакция на эти все вещи вообще вмешивание мой организм как бы реакция не очень хорошая вот по поводу парикмахерской вы знаете как я мучилась я вам снимала видео вот сейчас подстригалась я вам примерно рассказывала цены уже по поводу парикмахерских мужская а детские стрижки на двоих у нас выходит 320 крон я очень долго искала до парикмахера в итоге он не может нам ничего нового придумать но он стрижет по крайней мере уверенно по крайней мере он уже знает что не подвозьков их надо подстричь а здесь длинненько оставляем и здесь мы обстригаем чтобы все было аккуратно а вот и они к нему хорошо относятся мы нашли парня а до этого кажется там было вообще ужасно 320 крон на двоих стоит муж может подстричься и за 150 крон то есть это вообще то есть тоже дело вашего вкуса и за 500 крон и за 150 крон в обычном маркете можно подстричься мужская прическа вообще никаких проблем нет вам там на духа ряда челочку вверху так поставят в общем а у нас у женщин как всегда проблемам проблемы парикмахерская проблемы с парикмахерами в общем когда у меня были белые длинные волосы если кто-то помнит еще меня такой я платила где-то 100 евро муж не досмотрит это видео до конца потому что он не знает сколько стоят мои парикмахерские где-то 100 евро да мне делали миниру мне делали окраску вот тонирование волос у меня были длинные волосы на то же самое до 100 евро доходил где-то от двух тысяч до 100 евро мне уходила покраска темных волос укладка соответственно тоже но последний раз конечно я заплатил четыре с половиной тысячи но кстати мне опять видите в уж ушел в теплый цвет поэтому надо опять окрашиваться подстригаться вот я была второй раз у меня волосы имеют очень много красного пигмента и поэтому они меня постоянно вот выбивают кто мне же специальный шампунь и что-то конец все равно вот четыре с половиной тысячи крон и я была безумно довольна первый раз чешской жизни я была довольна своим парикмахерам безумно потому что он сделал меня очень стильный прикольный вообще он сделал то что никто не мог долго сделать поэтому здесь тоже на свой вкус и цвет я знаю в праге есть классные студии по мейкапу к примеру у меня будет отдельное видео по мейкапу девочка пражская студия обязательно посмотрите это есть и кстати я вам советую я вам буду рассказывать в этом видео как я ходила к чехам краситься и это было нечто я вам все подробно расскажу ну как смогу мы спешили это у меня красили 31 декабря вот поэтому конечно же наши русские больше понимают русских русскоговорящие давайте вам говорить так больше понимают русскоговорящих потому что менталитет немножко другой мы знаем как что друг другу угодить что для нас модно опять же наш собственный взгляд ни для кого не секрет и чехи прекрасно знают что у нас специфический вкус по их мнению а по нашему специфический вкус у них соответственно меня тоже часто просили рассказать видео как чешки одеваются как краситься но делать тяжело кого-то судить или как-то смотреть со стороны поэтому я конечно я давайте заканчивается видео потому что много наболтала вы знаете что я болтушка ужасная и если вам что-то еще не дохватило в рассказах моих кафе и рестораны я не знаю что еще это вообще отдельные отдельная тема для разговора все это недорого в чехии но тем не менее я надеюсь те кто меня спрашивал я ответила и расставила все точки над и вам будет более понятно сколько все примерно в чехии стоит все он самое замечательное отличного легкого нового года чтобы он принес вам много счастья тепла любви и всего самого замечательного с вами как и ста василиса начинаем новый год новую жизнь будем надеяться что нам этот год принесет много новых сил пока пока пока